приветствую вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегеты сегодня у нас с вами уникальная личность просто вот невероятно уникальная личность святой равноапостольный николай японский николай касаткин просветитель японии и он действительно вот прославлен в лике святых как равноапостольный то есть равный апостолам равный по масштабам проповеди у нас конечно недостаток таких святых в чине в лике равноапостольных потому что вот ну есть миссионеры но не очень их как-то вот много неохотно идут посвящают себя этому служению и мало кто из них способен действительно просвещать целые народы идти в дальние страны хотя и до сих пор многие дальние народы еще вот не ведают христа господа да они еще не обладают этим уникальным сокровищем а святой равнопостольный николай ведь всего лишь сто лет прошло с того времени вот представьте как он едет в дальнюю страну где с чужой культурой да вот непонятный язык совершенно он же не знал японского языка и просвещает он становится просветителем японии эта страна восходящего солнца и там действительно благодаря святому николаю касаткину взошло солнце правды солнце правды христос бог наш так вот страна восходящего солнца там как бы она действительно послужила символом того что и там должно взойти истинное солнце солнце правды а сам святой николай он родился в 1836 году когда мы читаем биографические сведения то мы видим что там написано место рождения село береза смоленской губернии но на самом деле сейчас это тверская область потому что происходило такое административное географическое перекраивание вот этих областей и ныне место его рождения она известна она установлена во многом благодаря исследованиям николая владимировича садовского такой мало кому знакомый человек с которым господь сподобил тоже познакомиться отлично и на месте рождения на месте рождения святого николая там установлен и крест и памятная доска с особой надписью и вот братья сестры он сын дьякона дмитрий касаткин отец дмитрий касаткин у него супруга и вот значит четверо детей но первый ребенок умер в младенчестве потом трое детей и умирает жена и вот представьте себе что маленький николай будущее равнопосленный святой ему всего лишь пять лет и он утрачивает маму а еще была сестра старшей восьми лет еще был младший брат которому еще и год не исполнился а мама уже нет то есть представляете насколько это была очень трудная такая вот тяжелая жизнь и надо сказать что отец вдовец он же был дьякон он не мог уже второй раз вступать в брак потому что не хотел отрекаться от священного саны и он вот вел такой благочестивый образ жизни он положил себя вот за детей своих можно сказать да за их воспитание в благочестии и ребенок николаев он возрастал и отличался таким как вспоминают живым таким веселым характером легко схватывал какие-то вот знания но конечно учеба давалась тяжело в каком смысле потому что надо было в училище идти очень далеко а транспорта никакого и нужно было много километров там даже десятки верст идти пешком и само училище летну семинария как бурсы тогда говорили там ведь и очень голодно и холодно и начальство со строгостью относила но маленький еще святой николай он все это прошел и вот в 1856 году когда ему уже получается вот 20 лет он оканчивает с отличием семинарию и его направляют учиться в петербургскую духовную академию и там он тоже блестяще учится то есть действительно был он одарен весьма и его голова работала хорошо потом впоследствии это ему очень помогло это тоже такой великий дар но недостаточно иметь дар нужно еще самому предпринимать всевозможные усилия и когда он закончил петербургскую духовную академию это 1860 год точнее заканчивал академию то он думал посвятить себя ученым трудам и ему готовили даже место как будущего профессора в рядах петербургской духовной академии его значит приближается концу учебный год до звали его тогда еще иван иван дмитриевич касаткин и вот он идет по коридорам значит заходят какие-то вот комнаты академические и там вдруг видит на столе объявление лежит простой такой листок и это синод с обращением к выпускникам академии пишет что вот те кто желают выпускники академии они могут поехать в японию и там стать священнослужителями при храме в русском консульстве в городе хоккадаты там жил русский консул в то время кстати консулом был иосиф гашкевич тоже вот удивительная судьба он тоже выпускник в свое время петербургской духовной академии да и будучи вот таким тоже очень образованным студентом он писал диссертацию защитил о историческое обозрение таинства покаяния то есть посвященный церковному таинству с историческим обзором и он еще в то время это первая половина 19 века иосиф гашкевич он решил с древнееврейского переводить священное писание на русский язык потому что только церковнославянские были тексты не все понимали а на русский язык еще опасались и даже были ему такие вот взыскания за то что он несанкционированно переводил ветхий завет с древнееврейского на русский но впоследствии он стал миссионером он в китае очень много просвещал ну старался просвещать точнее людей совершенно чуждых христианской культуры а потом он пошел по такой государственной службы так вот господь его вывел и он стал русским консулом в японии именно он построил там в городе хокодаты храм и вот он искал кого-то из выпускников тоже академии чтобы посвятил себя священнослужению пути господни они неисповедимы да и значит вот иван дмитриевич касаткин видит это объявление и смотрит даже кто-то вот и студента уже поставил свои фамилии ну правда потом они никто не поехали и значит иван касаткин посмотрел и как-то в сердце у него ничего не отозвалось и он пошел себе дальше надо сказать что буквально за несколько лет до этого ведь в петербургской академии учился святой праведный иан кронштадтский и когда святой иан кронштадтский заканчивал академию он как раз хотел посвятить себя поначалу миссионерскому служению и думал поехать в далекую японию или в китай просвещать вот тамошних местных жителей а потом уже вот ну ведь промысл божий по-разному каждого ведет вот главное чтобы человек старался свято жить и тогда он будет чувствовать волю божию ну или хотя бы старался по заповедям божиим устраивать свою жизнь и святой иан когда увидел трущобы кронштадта да вот эти улочки где жили простые непросвещенные русские люди то он понял что здесь вот тоже не непаханное поле и святой иан остался здесь вот и трудился стал таким всероссийским чудотворцем поэтому не поехал и те кто тоже поначалу ставили подписи вот под этим листочком объявлением и они не поехали а иван дмитриевич касаткин и он значит тоже решил не ехать пошел на всеночную и вдруг во время всеночной когда дух его вот обращается к богу от молится и вдруг в сердце его происходит переворот вдруг в нем неожиданно для него самого рождается горячая решимость посвятить себя делу православной миссии и отправиться в эту далекую страну к японцам которые не ведают христа как только всеночная заканчивается он тут же спешит к ректору и говорит вот я хочу поехать назначьте меня пожалуйста ну ректор что слава богу хотя бы один нашелся такой вот серьезный студент и надо сказать что когда он это уже в значит выпуск академии и достаточно быстро его постригают монашество а почему так иван касаткин он рассуждал так но это вот его личное рассуждение то есть мы не говорим что это для всех обязательное правило он рассуждал так что вот я думаю что либо семья либо миссия и одно с другим трудно совместить то есть ему хотелось посвятить себя вот этому миссии а миссии это апостольское служение понимаете вот апостолы ходили с проповедью уже не обременяясь ничем земным и иван касаткин он тоже захотел посвятить себя этому всецело не связывая узами семейными то есть вот такая братья и сестры особенно что он монашество принимает исключительно из таких вот миссионерских целей желая посвятить себя апостольскому служению обычно как в монастырь идут чтобы быть подальше от соблазнов мира чтобы там вот под руководством опытного старца или духовника ваза возрастать духовно пребывать в молитве и вот как-то миссионерское служение она она не всегда вот с монашеством так согласуется хотя издревле на самом деле монахи именно были лучшими может быть миссионерами но обычно все таки в монастыре идут не ради миссионерских целей а ради того чтобы посвятить себя иноческому подвигу так вот иван касаткин он как раз нет он решил посвятить себя миссии и ради этого не связываться никакими земными узами и вот его постригают значит в монашество достаточно быстро в течение одного месяца руку полагают еще в петербургской академии вы радиакона и вы романахи и чисто внешне я вот вам прямо скажу чисто внешне это кажется ну просто вот какое-то неразумие вот и молодой и романах у тебя еще даже вот нет какого-то опытного духовника и ты едешь в отдаленную страну которая погружена в свое язычество да и конечно же там кипят кругом страсти и ты там никому не нужен и не будет у тебя там ни наставника не старца который на которому ты пойдешь за советом ты не прошел еще предварительные ступени монашеского делания и вот ты уже как сказать кидаешься с головой в эту пучину внешнего мира пытаясь вот проповедовать другим еще как бы сам не будучи утвержден это вот наше человеческое рассуждение но оказывается что святой николай у него изначально была вот эта цельность и внутренняя такая вот жесткость по отношению к самому себе и требовательность и действительно он за всю свою жизнь ни разу не сломался то есть вот как только он принимает постриг с именем николай посвящает себя миссионерскому служению и дальше вот он целеустремленный идет к этой цели из божьей помощью он достигает ее но чисто по-человечески все очень и очень трудно представьте себе что ирманах николай он едет на восток он едет в сибирь и на дальний восток в простой кибитке который трясется многие тысячи километров и он добирается до японии больше года и зимовать ему пришлось в николаевске на амуре зато кстати там он встречается со святителем инокентием московским ну московским он стал впоследствии так именуется а сам святитель инокентий вениаминов это ведь просветитель и сибири просветитель алиутских островов и северной америки аляски и вот у них были такие беседы очень теплые и святой инокентий ему дал такой совет что ты должен стать вот для японцев полностью своим не идти как вот некий человек который сейчас вот их научит как такой вот там какой-то учитель со стороны а стать им для них полностью своим и для этого нужно владеть их языком их культуры знать их обычаи и традиции и вот советы святого инокентий ему очень пригодились а сам святой инокентий он ну настолько он был добродушный он сам пошил рясу для и романаха николая возложил на него бронзовый крест и вот так напутствовал его и приезжает в японию молодой и романах николай уже в июле 1861 года приезжает он в хакодате и что же он тут видит оказывается он никому не нужен и впоследствии он писал что я думал что япония будет ждать меня как невеста с букетом цветов да которая ждет долгожданного жениха готова значит выслушать все что он скажет и он думал что японцы будут толпами сбегаться вот с разных сторон чтобы послушать евангельское учение у него же у святого николая душа вот горела благовестием и он знал насколько красиво и вот богато содержанием евангельское учение и вдруг оказывается что это никому не нужно японцы к этому абсолютно равнодушны и они с настороженно относятся к иностранцам и сам святой николай он писал так что японцы смотрели на иностранцев как на каких-то врагов или лазучиков что вот если они приехали значит приехали высматривать их землю как некие такие вот русские шпионы в данном случае русские шпионы и христианствует как какая-то зловредная секта и вот с чем это может быть было связано ну не обязательно с этим но дело в том что уже до этого осуществлялась христианская миссия еще в 16 веке правда католики ее осуществляли вот был такой франциск ксавье сподвижник игнатий лайолы игнатий лайолы это основатель ордена иезуитов и вот значит в 1549 году франциск ксавье отправился с проповедью в японию причем тоже вот многие там значит говорили что ничего не получится но получилось так что один из японских князей он очень добродушно принял вот этого франциска ксавье выделил ему землю даже разрешил проповедовать его так потихоньку уже вот христианская проповедь она осуществлялась и потом в японии уже концу 16 века там чуть ли вот не сотни тысяч были христиан а потому что очень много приезжало других миссионеров и они в общем проповедовали и что такое привозили завлекательно для японцев и в общем строили там и храмы конечно молитвенные дома и вроде бы так вот люди стали располагаться но потом оказалось что иезуиты которые занимались вот это вот проповедью они начинали вмешиваться в политику они пытались вот влиять на внутренние дела вот этих японских княжеств всевозможных кроме того они агрессивно вели себя представителям традиционных религий в общем бутистских учителей там да как-то поносили ругали пытались вот не спровергать кумир не японские да си синтаистские кумир не и из-за этого росло недовольство и в 1587 году правитель японии он издал указ против всех на счету вот приезжих чтобы иностранцы все уезжали из японии и против христианства ну какое-то время там еще держались японцы христиане а уже вот в начале 17 века гонения такие вот более систематического характера и концу 17 века никакого христианства на территории японии не существует более того значит был такой закон что за принятие христианства японцам грозит смертная казнь и вот этот закон существовал на протяжении еще вот двух столетий когда приезжает равнопостольный николай то закон продолжает действовать а если ты кого-то христа то этого человека японские власти могут смело казнить потому что такого закон а казни были до этого достаточно жестоки и вну по крайней мере в те времена в 17 веке там христиан хватали их значит помещали такие соломенные вот ну мешки в снопы и сжигали буквально живьем сжигали кого-то распинали и вдоль дорог устанавливали кресты с распятыми христианами то есть очень и очень жестокие были такие казни поэтому а то к чему пытался приступить святой николай дело было крайне и крайне трудно надо еще что отметить что вот япония это такая очень замкнутая страна ну это вот островное государство во первых да и все государства которые на островах они ну и сохраняют некую такую свою внутреннюю замкнутость вот они варятся в своем собственном соку в своих традициях и там уже что там ведь конечно есть вот и такая традиционная их языческая религия синтаизм и невероятным образом например согласно вот этому синтаизму считалось что японский император он вот буквально в буквальном смысле происходит от богини от японской богини эматерасу богини небо у императора японского него божественное происхождение ну правда когда вот после второй мировой войны все это было упразднено и уже вроде как нельзя иметь императора да то это был огромный удар конечно по культуре японии ну вот как бы там не было значит синтаизм это одно из проявлений внутреннего мира японии кроме того там огромное влияние буддизма да а буддизм в его религиозных установках идет такое ну как скажем так ну нивелирование человеческой личности то есть растворение в нирване это конечно буддистских аскетов такое проповедовалось но на культуру это тоже влияло поэтому личность в японской культуре она имеет намного меньшее значение нежели у народов с христианской культуры потому что у нас человек это образ божий а господь это не безликое начало да бог он личности и мы можем обратиться к богу именно как отцу как ребенок к отцу обращается и у нас поэтому личность человека это тоже как отражение чего-то вот божественного и конечно еще при третье проявление в японии это наследие конфуцианство с такими вот чисто вот иерархическими семейными отношениями ритуалами взаимными какими-то традициями уважение к старшим там вообще правило такие которые заложил конфуции общечеловеческие и все это соблюдалось ну а в целом вот японцы они очень привержены уже сложившимся каким-то правилам и обычаям и утром например японец может подняться открыть вот створки с изображениями каких-то вот божеств вот хлопнуть в ладоши поклониться закрыть створки а потом он оборачивается в другую сторону тоже открывает там створки там уже божества из другой религии ну допустим там вот из буддизма здесь значит из конфуцианства или там из синтаизма тоже хлопает в ладоши кланяется закрывает и все как бы он выполнил свои ритуалы и этого для него достаточно если вдруг кто-то приходит и начинает рушить этот порядок и значит вот не спровергать вот эти представления о родных богах да там или какие-то вот конфуцианско-буддистские какие-то традиции то этот человек он просто враг он пытается разрушить саму японию вот так они считали и поэтому никто равнопостально николая близко к себе не не подступал но и сказалось еще не знание языка и тогда вот первым делом он посвящает себя освоению японского языка и он понимает и он писал впоследствии что это оказывается самый трудный язык из всех языков на свете и мало того что он сам трудно в нем еще огромное влияние китайского языка и бывает так что значит японская речь она может включать в себя вкрапление каких-то китайских значит выражений и все это надо знать то есть не только японский но и вот соответственно китайские какие-то наречия тоже надо имя владевать и у него выше ушло на это восемь лет вот восемь лет ежедневных трудов причем трудился он ну как раз вот никто не откликается на пробовать времени много до служащих в консульстве мало то есть времени с кем-то там в беседах проводить тоже нет и поэтому он либо вот богослужение да либо он посвящает себя полностью ученым трудам и он изучает язык японский он изучает культуру японии и историю для этого он приглашает также учителей и было даже так что вот учителя не уже утомлялись преподавать ему а он все изучал изучал погружался и готов был на изучение японского языка тратить по сто часов в сутки но сутки как известно включает себя намного меньше часов вот такой он был неутомимый труженик и в общем за восемь лет он действительно овладел таким вот полным знанием японского языка ну правда конечно сами японцы говорили что все-таки чувствуется у него иностранный акцент а потом у него чувствовалось именно северояпонская наречия ну диалект северояпонский потому что в хакодате он как раз изучал японский язык да а у них там тоже всякие свои разговорные наречия диалекты и как какую особенность отмечали в его речи то что он конечно не выстраивал каких-то витиеватых речей таких длинных которые мог какой-нибудь такой оратор вот или там адвокат вот выстраивать но он говорил краткими но очень яркими фразами коротко но по существу и эти фразы очень хорошо запоминались а потом он заимствовал образы именно вот близкие японцам он настолько изучил саму их культуру что писал даже статьи по японской истории культуре и многие там так говорили что вот значит николай он знает лучше японскую культуру чем сами японцы и настолько он в это во все вошел да что в каком-то смысле святой николай сам даже стал воспринимать черты японца это даже отражается на некоторых его поздних фотографиях что даже вот внешне даже внешне он воспринимает уже в че черты японца настолько он стал действительно для них своим и вот значит шли года и пока он еще уже вот первые азы языка конечно достаточно быстро освоил и вот через четыре года как он прибыл у него происходит одна первая такая знаменательная встреча которая все целиком и полностью меняет а дело в том что в русское консульство приходил один японец звали его савабы и тут вот я сразу скажу значит во первых он был значит жрецом жрецом в синтаистской кумирне это кумирня сохранилась до нашего времени в хакодаты а во вторых так как он нуждался в подработке да он еще преподавал фехтование ну мы знаем этот эти знаменитые самурайские мечи или там сабли как их называют да и есть у японцев свое искусство фехтование а у русского консула иосифа гашкевича был сын который заинтересовался этим фехтованием и вот савабы приходил и учил сына русского консула японскому вот этому фехтованию то есть вот как промысл божий очень так аккуратно встречают людей там где вроде казалось бы это в принципе невозможно и каждый раз когда савабы приходил значит в русское здание он злобно смотрел на встречавшегося ему молодого ир монаха николая и каждый раз значит вот святой николай встречает этот такой ненавистный ненавидящий точнее взгляд и однажды он спросил за что же ты меня так не любишь а тут будучи прямым таким откровенным человеком вспыльчиво напрямую все выкладывает вас русских надо всех уничтожить вы приезжаете сюда чтобы высматривать нашу землю что как шпиона собираете сведения чтобы потом завоевать нашу землю ну и вот что-то в таком роде роде и ваша религия это значит что-то самое страшное там лживое лукавое ну и начинает лить грязь на христианство а к слову надо сказать что японец понимаете а вот он приходит с сабли и японцы они расположены неодобрительно а за принятие христианства и соответственно тот кто проповедует христиан значит если за принятие смертной казни значит тот кто проповедует христианство он вот тоже становится как бы ну тоже вот ему и смертная казнь значит естественно полагается и японцы они могли не сдерживать своего сабельного удара вспомним что чуть погодя сам значит цесаревич царевич николай второй который путешествовал по японии он сподобился вот такого сабельного удара по голове да то есть все было достаточно серьезно и ирмонаха николая могли запросто убить но святой николай обращаясь к этому жрецу и фехтовальщику сабаба говорит а что же ты вот знаешь о христианстве и тот вдруг оторопил ну ничего не знаю а как же ты можешь рассуждать о вещи если ты не познакомился с ней а вот и вначале узнаешь что же такое христианство и когда узнаешь что ты уже решишь хорошо оно или плохо если оно плохо то тогда вот и высказывает такой вот суд а если хорошо то разве можно ругать христианство и сабабы будучи искренним человеком говорит ну ладно говори рассказывай и вот святой николай начинает ему рассказывать о боге единым который является небесным отцом для всех людей который сотворил мир да и хочет чтобы и люди тоже были причастны райскому блаженству и вот он очень кратко но в таких вот ярких образах излагает священной истории потом говорит про то как вот сам сын божий воплотился и ради людей отдал себя на смерть да то есть за злодеев пролил свою кровь и говорил отче прости им ибо не ведают что творят и вот эта кровь христовый искупает грехи всех людей вот и потом значит и враги начинают обращаться и вот эта сила христовой любви преображает мир и когда слушает сабабы вдруг у него самого в душе происходит это решительная перемена и у него что-то начинает откликаться в сердце и у него пробуждается любовь к евангельскому благовестию и значит он говорит вдруг я я думал совсем не то о христианстве вы пожалуйста поговорите со мной еще ну надо было ему идти проводить занятия да и он просил чтобы каждый день святой николай с ним беседовал а это беседа она там чуть ли там ну не час длилась или даже больше и в общем целую неделю сабаба уже приходил то есть у него как падать пелена с глаз он понимает что у него были лживые представления и на самом деле когда вот мы встречаем врагов христианства те которые изливают какую-то вот ну свою злобу да и ругают и критикуют и церковь христовую критикуют и священников и вообще все что связано с с именем христовым то это только лишь потому что у этих людей создан ложный образ о христе от церкви а христианстве духовной жизни и вот надо этот ложный образ не спровергнуть и показать истинное лицо церкви христовы евангельского благовестия самого спасителя и тогда душа тут же принимает потому что не может сердце человеческое не откликнуться вот на ту любовь которые явлены нам через господа иисуса христа и в общем через неделю уже сабаба становится таким всецело значит горячим последователем христа и конечно он повторяет как вот путь у того сабла из книги деяний который вначале был и яростным врагом а потом становится горячим исповедником евангелие и поэтому конечно впоследствии но не сразу крестил его впоследствии когда его крестил равнопостольный николай то он и нарек ему имя павел так он нам известен как павел савабы но сам павел савабы тоже сохранил некоторые воспоминания он говорил что я вот еще должен был приходить в свою кумирню и выполнять вот эти обряды синтаистские и значит читать мне конечно открыто нельзя было евангелие я тогда как вот вот я сажусь на свое место в своей кумирне и вместо языческого служебника кладу перед собой евангелие и читаю и вот я стучу там в эти барабаны а сам вместо языческих молитвословий читаю евангелие а никто вокруг даже не знает что я читаю совсем не то что должен читать в языческом храме то есть вот такое интересное у него было приобщение к евангелию у павла савабы то есть поначалу он внешне вот еще исполнял вот эти обряды а там как там ведь считалось что раз ты вот ну это вот жречество оно передавалось от отца к сына и соответственно вот раз ты вот родился в семье жреца значит ты должен исполнять неважно как ты там хочешь не хочешь веришь не веришь ты вот должен исполнять ну вот он исполнял чисто внешне приходила исполнял эти обряды а уже в душе был христианином и потом он он значит делится с женой своей и вот тут значит наступает самое страшное тут понимаете братья сестры мы должны все-таки видеть реальную правду то есть мы думаем что если человек вот обрел христа у него тут же земное счастье так и начнет ему сыпаться да там исцелиться от всех болезней там значит материальные изобилия на него а на самом деле нет оказывается когда ты обрел небесные сокровища то земное одно сокровище она может полностью порушиться и жена его настолько была значит потрясена тем что сова бы вот этот жрец вдруг отрекается от родной японской религии то есть в неиспровержение всех вот японских национальных ценностей что жена не выдержав ну она в общем сошла с ума и были всякие приступы припадки и через несколько месяцев в этом приступе она сжигает свой собственный дом и конечно павел сова бы он очень-очень от этого страдал а плюс еще сын у него до маленький сын был восьми лет и получилось так что потом значит сова бы уже перестал ходить в эту кумирню как бы запросил это дело и тогда вот сын его уже маленький восьмилетний исполнял обязанности как бы жреца вот в эти барабаны там бил исполнял какие-то внешние обряды а сова бы переживает что в семье все рушится но при этом он сам проповедовал продолжал и вот именно сова бы беседует со своим другом врачом сакаи и тот подачал смеется насмехается но проходит время и сака и становится вторым обращенным христианином его значит он нарекает как я и иоанном уже святой николай равнопостровая потом насчет вот трети которого называют иаковом и вот потихоньку собираются первые такие христиане не сразу он их крестил да вот проходит некоторое время еще там достаточно долго он их обучал а в 1868 году в японии происходит существенное изменение потому что начинается новая эпоха она нам известна как эпоха мэйдзи то есть просвещенного правления и император муцукадо он решил ну как бы обернуться уже вот так к другим странам и он стал более благосклонен к христианской проповеди поначалу еще вот запрет не снимался но уже стало легче и вот равнопостровый николай вот начинает крестить первых обращенных кстати сын павла савабы он со временем тоже стал таким искренним христианином то есть вот плоды этой проповеди они оказались достаточно существенны и равнопостровый николай решает утвердить вот русскую духовную миссию на территорию японии и для этого едет в россию потому что надо было решить вот множество вопросов связаны с созданием миссии он побывал в россии в 1870 году это вот первое его появление в россии после того как он выехал в японию и значит сенот естественно благословил от отца николая сделали начальника миссии возвели сан архимандрита и даже там еще в штат миссии включили трех иеромонахов там еще каких-то вот причетников выделили содержание денежное но надо сказать что помощники которые приезжали к святому николаю они как правило вот долгое время не задерживались и даже если какое-то время или какой-то и романах да или выпускник академии появлялся в японии то спустя месяцы ну или там сколько-то вот лет они вынуждены были возвращаться потому что их здоровье ломалось и сам святой николай он писал ну он так вот высказывалось что климат японии очень способствует нервным расстройством ну я не знаю может быть там какие-то вот климатические перепады потому что япония она вытянута в север на юг и там множество таких вот перепадов разных климатических как микроклиматов климатических ареалов может быть еще какие-то причины но так или иначе действительно очень многие кто брался за вот эти труды и пыталась помогать святому николаю они не вытягивали они надламывались и у них начинались какие-то вот нервные срывы нервно-психические расстройства и вынуждены были возвращаться на родину вот такая правда жизни которую мы наблюдаем и только святой николай он нес вот этот крест до конца и его здоровье не надломилось это вот удивительно то есть вот такой вот русский гений который отправился далеко на восток да просвещал японию и многих и многих обратил ко христу и вот он значит он возвращается когда из россии 1870 год и видит что уже вот общинка она возрастает павел савабы и иоанн сакая они пытаются обращать других и вот святой николай крестит уже первых обращенных после этого возникла угроза гонения потому что вот выдавали значит христиан правительству он вынужден был разослать христиан в разные уголки япония кого туда кого сюда чтобы уберечь их от гонений и так вот удалось поначалу спасти а потом значит наступает 1872 год когда во первых приезжает такой вот один из самых активных помощников святого николая это иерманах анатолий тихай и он действительно на протяжении многих лет активно трудился пока его здоровье тоже вот не надломилось совсем да ну и святой николай он его оставляет хакадата отца анатолия а сам наконец перебирается в токио потому что токио это тот центр откуда как раз и следовало бы вести вот просвещение японии христианской евангельской проповедью и когда прибывает он в токио в мире и берет кстати и павла савабы туда же а то все начинается вот самого начала да то есть он пытается обосноваться вот сутианство синтаизма и и буддистские бонзе ну бонзе это такие вот особо почитаемые учителя крешей крещение то вот буквально который мог покрыть на время святого николая вот как бы прикрыть его проповедь но все таки отгонение не удалось полностью спастись потому что вот ну проповедь идет более уже масштабно и когда власть про это узнали то стали хватать христиан и значит павла сова бы на некоторое время посадили и там других тоже японцев христиан проводили с ними некие некоторые беседы даже допрашивали детей подростков 12 летних 10 летних подростков спрашивали их о христианской вере и никто не отрекся вот что удивительно что те все те кто были посажены в тюрьмы с кем проводили беседы никто из них не отрекся от христа святой николай об этом писал по впоследствии с благодарностью и вот это буквально в следующем году в 1873 году полностью отменяется запрет христианства то есть вот когда нарастала нарастала вот это недовольство гонение появилось показали христиане верность и тут же господь является свою милость и запрет на христианскую веру был снят проповедь в токио и потом вообще по всей японии пошла более активно и святой николай он конечно постоянно подчеркиваю что православие она не связана вот исключительно с русской национальностью да то есть мы понимаем что православие она универсальна и эта вера которая непосредственно святых апостолов прошла сквозь века там отпадали католицизм протестантизм этого чистая вера которая исторически восстановилась и суть в том что люди принимают веру христовы и и вот сохранился такой случай когда уже в конце 19 века один старик христианин на острове хокодате жил его кстати тоже крестили с именем павел да и он читал и евангелие на счеты святого яна златоуста и причащался когда приезжал туда священник уже были японские священники вот как-то приходит к нему какой-то японец не христианин и начинает ругать и говорит что вот христианство это русской веры поэтому нам японцам нельзя ее принимать а ему это христианин отвечает что я в россии никогда не был и я не знаю как там веруют русские во что они верят но я принял веру не от русских я принял ее от самого бога то есть они воспринимали действительно что это вот именно божий дар что через святого николая именно сам господь к ним обращался с евангельским благовестием и эта вера она не связана узконационально с чем-то или с каким-то государством и поэтому конечно же равнопостольный николай он никогда вот с государственностью не проводил но не соединял свою проповедь иначе получалось бы что действительно япония она вот подчиняется российской империи и для того чтобы более активно проповедовать святой николай он приобретает участок земли в токио на холме суругадай это холм который возвышался вот над другими территориями и там благодаря его цветом николай вы возникают сразу чину не сразу пути их постепенно четыре учебных заведения это значит и духовная семинария куда впоследствии даже вот считалось что это престижное учебное заведение потому что там достаточно хорошо было поставлено образование и изучался и русский язык да вот и и значит изучалась там и литература и богословские знания и мирские науки было катехизаторское училище для тех кто проводил оглашение кто трудился как миссионер проповедуя вот а было женское училище куда поступали девушки японки и тоже приобщались с разным там вот наукам просвещение изучали и пение и в том числе вот не духовные знания обретали и было такое училище для причетников церковных то есть все было поставлено достаточно хорошо затем значит появляется уже первый священнослужитель причем первым священником становится как раз павел савабы а друг его иоанн сакая стал дьяконом был рукоположен во дьяканы и вот иоанн сакая он отличался такой вот молитвенностью когда он возглашал например некоторые молитвословия ну там ектини какие-то он иногда прямо делал земные поклоны и долго в таком молении пребывал и потом значит он даже отличался как как такой постник иногда даже держал пост по 40 дней и в общем то может быть из-за этого он и подорвал свое здоровье в итоге и в общем то ну может быть не с несколько так вот нерассудительно подходил таким интересным подвигом и к великому сожалению потом вот после такого поста случилось какое-то расстройство здоровья и он и умер но образ его он очень тепло сохранится в памяти японской православной церкви как и всех кто стал первыми христианами японской церкви конечно первые хиратонии японцев священнослужителей они где совершались они совершались к камчатским епископам до первоначально японии она входила как бы вот ну формально в состав камчатской епархии и соответственно ставленники выезжали на камчатку там их рукополагали и назрела необходимость самому здесь быть епископу в японии ну и как тогда вот телеграмма присылается от синода и спрашивают самого равнопослава николая а согласен ли он стать епископом на это он тоже телеграмма отвечает что если из россии не может прибыть епископ то он согласен и тогда его тут же приглашают для хиратонии и вот в 1880 году святой николай вторично выезжает то есть он всего лишь дважды выезжал первый раз когда надо было утвердить русскую духовную миссию в японии и второй раз ради уже вот хиратонии епископской и действительно посвящение состоялось в петербурге для самого святого николая это было ну нечто удивительного все это записывал ведь каждый день он вёл такие подробные дневники они сохранились до нашего времени вот кроме того он в это время ездил по россии и собирал средства потому что нужно было строить собор и вообще выстроить храмы в японии и когда он ездил посещал разные города еще конечно он обращался к студентам духовных школ может быть кто-то приедет но никто особо вот не откликнулся а те которые приезжали в повторим что достаточно быстро ломались в плане вот своего нервного здоровья ну ничего что-то не поделаешь да психическая структура у каждого какая-то своя не каждый может потянуть такие тяжелые труды в чужой стране с чужой традиции и вот что интересно когда святой николай вот ездил он в 1880 году том да он как раз вот в москве присутствовал при поставлении памятника пушкину на тверской улице и святой николай смотрел с колокольда страстного монастыря как устанавливали пушкину памятник а до этого там значит в храме вот служилась панихида и после установления памятника различные торжественные мероприятия и святой николай тоже посещал там и увидел и достоевский как приходит и много других там потому что речи произносили тургенев и там яксаков и и все остальные да кстати когда устанавливали памятники то отец ивана сергеевича шмелева он как раз готовил помосты для народа чтобы те вот присутствовали и смотрели тоже как устанавливают памятник и получается так что пушкин он как бы объединял всех и вокруг него многие были сосредоточены там и творческой интеллигенции высшее духовенство и вот святые в лице равнопостольного николая и святой николай очень тепло отзывался о пушкине и в японии совершались переводы произведения александра сергеевича пушкин так же как и достоевского и прочих наших вот писателей поэтов и это необыкновенно вот располагала японцев к русской культуре и возвышала ну сама вот жизнь японцев того времени вернувшись в японию святой николай продолжает свои труды и вот надо было построить огромный собор строился он 7 лет с 1884 по 1891 красивейший собор в честь воскресения христова и когда его освещали то японцы впервые услышали звук русского колокола когда вот на богослужение созывались люди и съехалось четыре тысячи христиан то есть уже огромное количество тысячи были обращенных ну обращенных было намного больше но вот на священие собралось четыре тысячи и там значит сослужили уже девятнадцать священников и множество причетников и хор из а обучавшихся в женском училище пел во время службы и получается так что в японской церкви уже и свой архипастырь и свой хор да и свеи священнослужители и святой николай он был как отец для своих чад и надо сказать что он интересно очень так организовал саму жизнь что он пытался вот как-то по образцу апостольскому чтобы были общины по всем местам некий вот общины где свой такой вот маленький приходской совет при проводили собрания изучались вот нужды этой общины и святой николай постоянно обижал это общины когда он приезжал куда-то то он оставался там два-три дня и всецело вот на это время становился сам как одним из членов этой общины и решал вот что там нужны и даже вот если средства какие-то он все это активно отдавал помогал вот улучшить проповедь в этих местах иногда даже специально собирались еще не крещеные японцы для проповеди святой николай выступал проповедовал потом с кем-то завязывал с дискуссии святой николай отвечал на вопросы да да потом переезжал на следующий приход и там вот всецело все тоже как уже член вот именно этой общины то есть как будто вот он действительно вот родной здесь человек а раз в год он собирал собор собор представителей всех общин и все духовенство съезжалось в токио представители каждой приходской общины и внутри собора воскресенья да там прямо вот устанавливать значит и стол вот ну как кто-то садился прямо от на пол и решали общие вопросы выбирали священнослужители но обычно священники выбирались в японии из катехизаторов то есть из тех кто проповедовал кто оглашал и лучшие проповедники поставлялись священниками но конечно особенно вот святой николай он о чем переживал и заботился о том чтобы сделать доступным для японцев священное писание вот на их родном языке перевести и богослужебные тексты и библию всю перевести на японский язык причем изначально пытался вы начали павел саваба там немножко что-то с китайской переводить оказалось все это не удовлетворительно а сам святой николай он не сразу приступил он поначалу богослужебные тексты переводил потому что это как бы основа да вот молитвенного богослужебного делания христианина и если не будет текстов богослужебных то тогда как вообще молиться и вот он переводил книги богослужебны самого начала а потом уже когда он достаточно подробно изучил язык японский и китайские особенности его языка то он приступает к такому фундаментальному переводу священного писания и осуществлял он его на протяжении 30 последних лет своей жизни и сохранился такой порядок этой работы что ровно 18.00 ровно 18.00 к нему приходил накая сан это такой тоже был японецко хорошо разбиравшиеся в словесности который помогал святому николаю вот ровно 18.00 накая сан приходил причем так интересно они очень отличались ростом значит святой николай он очень высокий она каи сан он очень маленький но не за них не смотря на этого они духом были близки друг другу и вот вместе трудились и четыре часа с 18.00 до 22.00 и никто не имел права беспокоить их только вот при приходил там прислуживший им иван сан так его звали он приносил чай а все остальные это просьбы какие-то обращения там срочные какие-то просьбы все это нет закрывалась и святой николай говорил так даже если небо разверзнется то и тогда они что не должно отвлекать нас от перевода священного писания ну небо слава богу не разверзлась наоборот небо благоволила к трудам святого николая поэтому он вместе с накая сан переводил и значит действительно это удалось осуществить и что интересно ведь он там святой николай он и славянский знал да и древнегреческий знал и русский знал как уже вот синодальный перевод был осуществлен и японские вот и китайские вот этот накая сан ему помогал и поэтому он мог сравнивать оттенки кроме того вот представьте себе что если затруднялся как перевести то он вот это выражение ну какие-то варианты предлагал и он рассылал по разным христианским общинам чтобы высказались японцы христиане как лучше перевести вот это выражение и прислушивался к мнению всех и кроме того интересные были у него такие вот рассуждения тоже ну допустим вообще как вот перевести имя бог да ведь у японцев было уже общеупотребимое такое слово каме но каме это как нечто вот верховное высшее допустим духе природы да то есть вот так называли языческих богов в японии каме вот можно ли так было назвать вот единственного господа бога в православной христианской традиции а был второй термин может быть менее распространенный это сю как вот абсолютное вот высшее да то что под контролем держит вот в своем управлении все что ниже и святой николай отдает предпочтение именно термину сю чтобы показать вот божественный промысел да что господь все держит своих руках как верховный владыка или допустим вот как перевести помилуй а можно взять например термин судебный да что ну там судья милует преступника но святой николай посчитал что это все таки вот не очень отвечает христианскому взгляду и он берет термин аварема это термин как вот мама милует жалеет своего ребенка и вот именно это он включает в свои вот переводы то есть вот всю аварема что ты господи который все держишь в своих руках вот помилуй нас пожалей нас вот как мама милует своих чад непослушных вот примерно такой смысл вкладывался и в богослужебные тексты и в священное писание и работа это было очень нелегка а святой николай он помимо этого еще и библиотеку огромную собрал и и множество вот книг на русском языке и и кстати и на японском и на китайском языке и он сам значит когда вот уже в перед после переплета вот ну специальные твердые переплеты делались для библиотечных книг и он сам наклеивал бирочки сам ставил на полке эти книги и даже выдавал сам представляете себе что предстоятель церкви сам лично выдает ну в определенное время там какие-то часы назначались потому что книги надо было беречь и он кому-то выдавал вносил запись в журнал а потом уже в последние годы там от ректор семинарию выдавал настолько вот у него было трепетное отношение к книгам да и святой николай вот так вкладывал всю свою душу и постоянно подчеркивал что вера христова она абсолютно для всех да и тут вдруг неожиданно удар наносится это русско-японская война то есть то чего как раз них никогда не хотел святой николай да чтобы не было вот этого противостояния это происходит и тут же значит вот обостряются отношения а еще и до этого еще и до этого когда кстати вот строился собор воскресенье в токио уже тогда многие писали что вот русские специально строить некую крепость из которой всегда виден императорский дворец и в любое время они могут высматривать нашего императора или там еще чего-то наговоры всякие были и вот надо говорили или холл построить между русским храмом императорским дворцом или огромную стену вокруг храма обнести или вообще выкупить все это и вот передать значит в дар императору а и и удалось отстоять значит и храм был выстроен и уже службы давно совершаются и тут вдруг действительно получается что россия и япония как внух враждебное государство и как тогда быть и тут конечно выплескивается волна ненависти негодования но я вам хочу сказать что государство японии вот это к чести их надо сказать специально выделяют особых военных и полицию которые защищают русскую духовную миссию которые защищают и охраняют постоянно ежедневно и еженочно охраняют и храм да и самого равнопостального николая чтобы не было никаких нападений то есть они ограждают представителей православной церкви и вот сам святой николай он поступил каким образом он как только вот война началась он произносит проповедь и говорит что вот доселе мы молились вместе совершали вместе богослужения но я все-таки поданы российского государства и доселе я молился вместе с вами за богослужение за благоденствие японского императора а ну так было положено ведь это же вот церковь на территории японии поэтому за их императора за их власть и молятся но ныне поскольку я поданы и российского император я не могу вместе с вами молиться так как я должен молиться вот за за свое отечество но вам вам я благословляю молиться вот за ваше отечество за ваше воинство и за успехи именно ваше воинство на поле битвы но молитесь не из ненависти к врагу говорил он так а из любви к своим соотечественникам то есть вот что здесь никакой ненависти не может быть жертвуйте благотворите своей армии но при этом помните что у нас есть единое общество отечество отечество небесные что мы все безразличие национальности единое чадо одного небесного отца и собственно говоря у нас одна мать это святая церковь который всех объединяет и приобщаемся мы конечно с одним святым тайным даром и вот в этом единение должны исчезать все какие-то заимные противостояния которые происходят на таком вот земном ну в таком земном аспекте то есть ни разрыва церковного между ними не было да но он остался все-таки вот верен до конца российскому царю но вражды конечно естественно никакой не было хотя для христиан и для особенно для священников японии это была такая трудная пора да но при этом при этом святой николай смог организовать помощь российским военнопленным вот те русские военнопленные счет их шел на десятки тысяч несколько десятков тысяч оказалось по итогам войны и пока вот они поступали туда направлялись священники которые могли говорить по-русски с нашими воинами и очень много икон туда направлялась до крестики нательные исповедовали причащали их если кто-то умирал потому что раны до этого были получены то и хоронили на особых кладбищах и надо сказать что японцы они вот ну с таким трепетом относятся вообще к захоронениям да и русские кладбища они тоже в чести сохранялись вот ну и священники даже вот японские они как говорили что конечно вот пройдет такое время и вы сможете вернуться на родину но и там пожалуйста вот не забудьте о нас даже о том что мы с вами вот одной веры да и нас тоже поминаете на самом деле уже там что-то через год или два в основном все военнопленные ну практически все военнопленные смогли вернуться на родину ну слава богу война конечно длилась не так долго хотя к сожалению в общем то для нас для россии с весьма плачевными последствиями но и для самой японии надо сказать были огромные намного большие даже экономические потрясения с которых япония выходила вплоть до второй мировой войны и подсократились пожертвования со стороны россии на русскую духовную миссию в японии и святой николай он об этом много переживал и он часто говорил и пытался вот организовать православных японцев чтобы они сами старались поддерживать своих священнослужителей катехизаторов проповедников и он говорил что ну нельзя вот все время нам жить за счет вот этих поступлений из россии потому что это ведь как господь заповедовал он говорил что тот кто проповедует евангелие он не должен брать с собой ни сумы ни двух одежд ни денег в поясе своем ну в древнее время там в пояс заворачивали монетки так носили на себе а должен жить за счет того что вот его принимают да в какой дом войдете ешьте и пейте что предложит вам так а если ничего не предложит как же он будет есть и пить да и ждать все время с россии что там кто-то чего-то пришлет ну а японцы они конечно сами не очень много получали вот эти христиане которые трудились миру а некоторые не очень расположены были жертвовать потому что такая традиция не сложилась ну а раз идет финансирование с россии да то чего и жертвовать и так так сказать вот средства поступают вроде все живы здоровы от голода катехизаторы не умерли и из-за этого потом конечно вот и пошли вот эти сбои потому что когда прекратились ну по началу сокращались пожертвования то уже вот дело миссии она стала вот ослабевать и вынуждены были даже сократить число катехизаторов там что-то 30 катехизаторов вынуждены были вот снять составок да и потом даже катехизаторское училище закрылось к великому сожалению да ну а вот народ он как-то не очень откликался и святой николай он об этом много переживал и много он размышлял по этому поводу конечно сам святой николай он отдавал кстати вот часто вот последнее он мог ходить в заплатанном подряснике у него своих личных сбережений никаких не было и он иногда собирал пожертвования пострадавшим от землетрясения допустим ну не только вот личное а вообще собирали вместе в японии часто происходят какие-то вот страшные землетрясения и даже неважно кто там христиане не христиане пострадали старались помогать неимущим и фактически всю жизнь вот николай святой он жертвовал всего себя на благо японских христиан и не только христиан а те кто могут стать христианами конечно правда надо сказать что святой николай он был по характеру своему достаточно такой строгий жесткий он мог взыскивать с тех кто ну как тут расхлябанно себя ведет да не исполняет поручения ну а если бы он не был таким жестким то как бы он мог до конца провести свое дело для этого очень нужен такой строгий взыскательный руководитель но при этом святой николай он на самом деле чувствовал души тех кто приходил к нему и вот как-то в дневниках он запечатлел что ну он сам огорчался что как-то вот один японец пришел к нему с каким-то вопросом а святой николай спрашивает по какому делу и вот такой вопрос показавшийся немножко холодным он так повлиял по повлиял на того японца что тот перестал ходить в храм то есть получается вот некая такая обидчивость да которая у некоторых японцев проявлялась не у всех конечно и святой николай пишет что надо конечно быть чутким к душе человеческой вот ну как бы он каялся в этом старался исправляться и на самом деле даже если где то он вроде бы и жестко строго себя проявлял но всего себя он вот на эту него жертвенного служения принес вот положил и принес жертву богу и поэтому концу его жизни обратилась но по подсчетам 33 тысячи японцев представляете вот в стране с чужой культурой обратить в 33 тысячи человек конечно же при помощи вот таких как павел саваба иоанн сака и по прочих но ты вот попробуй приедь куда ты попробуй чтобы у тебя появились ученики и обратились другие а все это в реальности быстро порушится и вот святой николай он какой принцип предлагал и он говорил так что что должно лежать в основе миссии сначала полюби полюби тех кому ты хочешь проповедовать о христе затем сделай так чтобы они тебя полюбили расположились к тебе своей любовью а потом уже проповедуя им о христе не так что вот пришел ты вот такой учитель с высокого помоста да вот с кафедры учительской сейчас вещать будешь нет ты вначале яви им любовь потом вот они к тебе проявят свою любовь и после этого возможно уже проповедь и этот принцип он вообще универсальный он во всем покажет свою эффективность и в семье и когда ты воспитываешь детей ты сначала полюби да потом сделай так чтобы тебя полюбили а потом уже учи наставляй того с кем ты вот ну кого ты хочешь воспитывать то есть вот это тоже нам надо брать на вооружение и святой николай именно этот принцип пронес через всю свою жизнь и множество священников множество тысячи вот эти 33 тысячи обращенных японцев подтверждение тому и конечно когда мы говорим про равнопостольное служение то мы думаем что вот кто такой равнопостоль ну наверное это чудотворец да который там воскрешает мертвых исцеляет там безнадежно больных ходит по водам и прочее а разве же святой николай равнопостольный он не явил вот эти чудотворения разве он не воскресил мертвых те кто пребывали в этой смерти душевной да в языческих религиях и вот они воскресли сердцами своими когда восприняли проповедь о христе разве он не исцелил безнадежно больных те кто страдали всевозможными там страстями пороками вот этой ненавистью злобы и возродились приобщившись любви христовой святой николай действительно явил вот эти подвиги и чудотворение и воскрешение но не в телесном смысле а в смысле духовном последнее что мы скажем это то что святой николай очень боролся против вот излишнего эсхатологизма когда все время вот ждут вот сейчас конец света вот сейчас там все закончится обрушится и он говорил так что вот некоторые говорят что близок конец света но это не так потому что сказано что каждый народ и каждая вот страна должна услышать благовестие христианское и от каждого народа должны должен кто-то обратиться то есть от каждого народа вот некий плод должен быть явлен в лице вот христиан тех кто воспримет слово христово и сейчас очень много еще народов говорит которые чужды евангельского благовестия и значит что до конца света еще очень и очень далеко и вот святой николай он жил таким вот оптимизмом что ли евангельским и сам старался обращать ко христу тех вот кто и находился рядом с ним ну к кому он и приехал это естественно представители славной страны японии он отошел ко господу в 1912 году за несколько лет до этого приехал к нему помощник вот он постоянно святой николай переживал что нет никак вот помощника который мог бы ну как твердая опора и приехал епископ сергий тихомиров причем он был до этого ректором высшего духовно учебного заведения то есть казалось бы чего там вдруг из россии приезжает в японию а оказывается все таки он здесь прижился он за год овладел японским языком и очень был трепетно так вот относился к святому николаю как своему духовному наставнику и он как раз и стал преемником и вот когда отошел ко господу святой николай то несколько дней там вот в храме собирались и читали евангелие слушали евангелие и приходили даже ученицы вот этого женского училища которые садились вот с евангелями маленькими вокруг гроба святого николая слушали текст благовестия да чтобы побыть вот рядом со своим наставником до его похоронили вот на месте которое специально было приобретено причем епископ сергий тихомиров он рассчитывал что впоследствии там будет построен храм то есть как лучшее вот это не то что вот на гробе да а лучшее украшение место захоронения святителя николая и даже поначалу первые суммы они были вложены в это но потом оказалось что средства поступали совсем незначительно из россии в японии тоже особо никто не поддерживал а потом началась революция и полностью исчезла содержание православной церкви в японии и упразднены были к сожалению и семинария и все училища и здание в миссии вынуждены были сдавать в аренду чтобы хотя бы как то существовать и к великому сожалению вот то число которое обращенных в православие было при равнопостном николае оно больше уже не возрастал вот сколько было значит обращено и потом дальше уже в семьях вот этих обращенных передавалось детям да потом от их дети к их еще детям да внукам правнукам и вот на таком родовом уровне православие сохраняется в японии по сей день но больше чтобы численность возросла к сожалению нет вот почему так это отдельный вопрос но видимо не хватает действительно вот какого-то нового может быть гения чтобы такой же с таким же может быть и крепким здоровьем даже и телесным и психическим здоровьем и с такой же духовной жизнью крепкой прочную как было равнопостального николая да но тем не менее в 1970 году японская православная церковь она обрела автономию она рассматривается как автономная хотя в какой-то мере она связана с русской православной церковью в семидесятом году был прославлен в лике святых равнопостальный николай и он вот покровитель японии православной ну и вообще он покровитель всех православных миссионеров тех кто готовы отправиться в дальние страны просвещать людей да и может быть тех кто у нас в россии старается просвещать людей чуждых церкви чуждых евангельского благовестия имя равнопостального николая не забыто и вот в николу грешской семинарии специально собирались конференции проводились такие научные исследования во многом благодаря трудам ректора игумена и она рубина который в то время вот был ректором семинарии и в 2012 году в честь вот столетия со дня представления равнопостального николая была такая масштабная конференция и по видеосвязи представители японской православной церкви они участвовали в этой конференции и изданы благодаря вот таким трудам полное собрание сочинения равнопостального николая японского то есть и у нас в россии его труды не забыты они исследуются изучаются и конечно мы сами должны быть хотя бы в малом подражать святому николаю и если просвещать недалеких японцев да ну хотя бы делиться евангельским благовестием с теми кто находится рядом с нами потому что еще много и много тех у нас в россии кто не просвещен словом христовым а главным принципом этой проповеди должно быть правило святого николая равнопостального этого сначала полюби полюби тех кому ты хочешь рассказывать о христе затем сделай так чтобы они тебя полюбили а потом уже проповедуя им о христе вот братья и сестры постараемся хотя бы это извлечь из жизни наставления святого николая косаткина просветителя японии чтобы хотя бы немножко вот своем земном пути тоже быть вот ну такими вот малыми миссионерами и чтобы свет евангельского благовестия распространялся вокруг нас святые равноапостольные отче николы моли бога о нас храни всех господь дорогие братья и сестры внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok